Участники марш-парада воинских частей Анапского гарнизона доставили к Вечному Огню Красное Знамя Победы, символ памяти героев, павших в боях и не доживших до наших дней. К ветеранам, анапчанам и гостям курорта обратился глава города Сергей Сергеев. Мы отмечаем 69-ю годовщину победы советского народа в Великой Отечественной войне. Дата торжественная и радостная, и одновременно скорбная. Этот праздник для нашей Родины главный в череде праздников, которые мы отвечаем. Я хочу выразить огромную благодарность нашим ветеранам, живущим сегодня рядом с нами, пожелать им долгих лет жизни, любви близких. Хочу почтить память тех, кто не дожил до сегодняшнего дня и тех, кто позволил нам сегодня и дал возможность провести это торжественное мероприятие. Сегодня самый яркий, великий праздник, день победы 9 мая. Вот уже 69 лет наша страна отмечает этот праздник. Но праздник этот действительно со слезами на глазах. Очень дорогую цену заплатил наш народ за победу в Великой Отечественной войне. Вы знаете, что на территории муниципального образования, город-курорт Анапа, десятки братских могил, памятников и обелисков. Это тех, кто не щадят своей жизни. Все сделан для того, чтобы защитить отчизну, свою семью, своих детей и внуков. И мы им благодарны за то, что мы сегодня живем и здравствуем. Вечная и павель, и вечная слава. Особенно трогательно прозвучали слова ветерана войны, полковника в отставке Ивана Кузьмича Ищенко. Я вот уже 69-й год встречаю День Победы. Первый День Победы я встречал в Берлине. Был в Рейстаге. Все мы мечтали, когда была война, чтобы побывать в Рейстаге. Был я там, расписался на стене. Всю войну воевали мы. Сколько здесь погибло наших людей, не пересчитать. В том числе и в Анапском районе. После минуты молчания гирлянду славы от военнослужащих Анапского гарнизона возложили к мемориалу воинов и партизан погибших в годы Великой Отечественной войны. К вечному огню возложили венки памяти и цветочные корзины от губернатора Кубани Александра Ткачева. Администрации Совета депутатов Законодательного собрания края. Анапского районного казачьего общества. Института береговой охраны ФСБ России. Политических партий и общественных организаций города-курорта. Благодарных анапчан и ветеранов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова